Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. У меня две интересных новости для жителей города Пермь. Во вторник вечером, 26 января, в Перми из-за аварии десятки домов в Орджоникизовском районе города остались без тепла и горячей воды. Отключение горячего водоснабжения и теплоснабжения произошло около 5 часов вечера в связи с дефектом на теплотрассе по улице Вильямса 39 в микрорайоне Гайва. Об этом сообщили в Краевом МЧС. Ремонтные работы на теплосетях проводят работники Пермской сетевой компании. В результате этой аварии без тепла и горячей воды остались жители домов, расположенных на улицах Вильямса с 3 по 9 дом, 11 дом, 19, 21, 13, 14, 16, 17, 18, ну и так далее. Всего-всего отключено от тепла и горячего водоснабжения более 45 домов. В случае возникновения вопросов жители могут обратиться по телефону 246-04-00 или 112, а также по телефону 243-72-99. Звонки принимаются с городских и мобильных телефонов. И еще одна интересная новость. Коммунальщики Перми из-за морозов на неделю перенесли масштабное отключение воды. До этого коммунальщики хотели провести масштабное отключение воды 23-24 января, а сейчас они хотят отключить воду 30-31 января. Друзья, именно в дни прогулок за Алешу Навального. Совпадение? Не думаю. Друзья, Новогор Прикамье, это компания, которая обеспечивает водоснабжение в городе Пиемь, из-за морозов отложила отключение холодной воды в индустриальном районе. Я, кстати, тоже живу в индустриальном районе. И, друзья, у меня уже горячей воды на данный момент нет. То есть вечером еще тепленькая шла. Вот сейчас утро, 6 часов утра, да, уже 27 января, горячей воды уже нет. Отключение холодной воды проведут не 23-24 января, как планировал Новогор. Новогон, кстати, хорошая оговорочка. Новогор Прикамье. А в период с 30 по 31 января. Воду отключат 13 часов, то есть час дня 30 января. А ее не будет до 7 часов вечера 31 января, в день прогулки за Алешу Навального. Отключение написано якобы необходимо для ремонта водовода ПНОС на участке Советской Армии 93 и по улице Карпинского. Всего отключения коснется жителей домов по адресам микрорайон Нагорный, улицы Черденская, Глинки, Геологов, Свиязева, микрорайон Авиагородок, улицы Сусанина, Норильская, Камышловская, улица Свиязева, дома со 2 по 58 четные и дома с 11 по 39 нечетные. Улица Карпинского от проспекта Декабристов до улицы Свиязева, улица милиционера Власова, дома 15, 17, 17 дробь 1, 17 дробь 2, 17 дробь 3, 17 дробь 4, 17 дробь 5, 17 дробь 6. Улица Леонова 56, 82 четные дома, улица Леонова 43, 65 нечетные дома, улица Самолетная 48, 74, улица Рязанская, дома с 3 по 19, также 103 и 105 и улица Веры Засулич от улицы Карпинского до улицы Рязанская. Улица Советской Армии, дома 93, 100 дом и 101 А. Вот, друзья, я читаю, дополнительную информацию вы можете получить по телефону 2-100-680. Друзья, вот у меня такое чувство, знаете, складывается, что власти делают все для того, чтобы на прогулки и вот эти митинги, шествия за Навального вышло как можно больше недовольных людей, недовольных жителей города Пермь. Вот у меня такое чувство лично складывается. Ребята, вы делаете все возможное просто. Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я, как говорится, ничего не имею от того, что я говорю правду. Ну, в принципе, это и нормально, да. Друзья, я вот смотрю на то, что происходит, я просто, ладно, не буду ругаться, но я в шоке, так скажем, в шоке. До свидания, с вами был Олег Бурылов, ваш голос правды. Субтитры сделал DimaTorzok